В середине октября во всем мире врачи, пациенты, их родственники и друзья отмечают день борьбы с раком груди. Основная цель этой даты – информировать как можно больше женщин о болезни и способах ее ранней диагностики. Важно знать, что рак молочной железы в настоящее время это один из распространенных видов онкологии среди женского населения. Занимает практически первое место во всем мире. Считается, что двумя главными факторами риска развития рака молочной железы являются возраст старше 40 лет и отягощенная наследственность. О ней говорят, если кто-то из близких родственниц женщины уже сталкивался с этим диагнозом. У Александры не было ни того, ни другого. Поэтому, нащупав образование в груди и пройдя биопсию, она была уверена, что опухоль окажется доброкачественной. Я помню этот момент, когда я захожу в кабинет, и врач не может найти себе места. То есть он такой вот, знаете, как суетится по кабинету, ходит туда-сюда. Вот, и у меня это уже такое напрягло. Вот, я сажусь, он говорит, говорит, Александр, у нас не очень хорошая новость. Я говорю, в смысле? Он говорит, ну вот, у вас злокачественное образование. В тот момент было ощущение, как будто меня ударили чем-то тяжелым по голове. То есть такой какой-то звон в ушах. Он начинает что-то говорить, а я эту информацию не воспринимаю. И все, он мне дал все заключения. Я выхожу, он говорит, идите сделайте маммографию. Вот, я захожу в кабинет маммографии, там сидит такая женщина, не знаю, там лет 50-55. Я на нее смотрю и просто начинаю рыдать. Вот, то есть у меня просто начинают выходить эмоции. Она мне говорит, что ты плачешь? Я говорю, ну вот, у меня типа плохой диагноз. Он говорит, ничего, все хорошо, типа, не переживай. Типа, тебя вылечат, все нормально, вот. Современное лечение пациенток с раком груди действительно помогает подавляющему большинству женщин. Немаловажную роль в этом играет тот факт, что почти все необходимые препараты производятся на российских производствах. И каждый год линейка медикаментов пополняется новыми, все более эффективными лекарствами, созданными для спасения жизней. Например, сейчас наш оригинальный препарат находится уже на клиническом исследовании второй фазы. Там участвуют пациентки с тройным негативным раком молочной железы, метастатическим и нерезектабельным. Вот этот препарат наш, он оригинальный, и в него внесены такие модификации, которые позволяют не только найти и атаковать опухолевую клетку, ну и препятствовать развитию устойчивости к другим химиотерапевтическим агентам. Ученые активно работают над созданием новых лекарств. Врачи-онкологи, химиотерапевты, хирурги все чаще побеждают рак груди. Но крайне важно, чтобы позитивный настрой был у самого пациента и его близких. Я не стала скрывать свой диагноз. Я в этот же день, точнее, сразу же, как вышла из больницы, позвонила маме. Ее реакция меня прям очень порадовала. Она сказала, так, собираем сопли и будем бороться. Все. Всем своим друзьям я тоже рассказала, от них была тоже колоссальная поддержка. Человек, когда с ним сталкивается, он боится об этом рассказать, потому что он боится какой-то реакции, как, что его начнут жалеть или еще что-то там, либо перестанут с ним общаться. Но я с этим вот прям ни на секунду не столкнулась. Лечение Александры продлилось год. Шесть курсов химии, операция, лучевая терапия. Главное, что помогало на этом пути, поддержка близких, работа с психологом и твердое решение по возможности продолжать прежнюю жизнь, в которой есть место встречам с друзьями, новым знакомством и новым впечатлением. Я не стала надевать парик. Я ходила без парика, без тюрбана. Иногда могла надеть кепку, потому что, чтобы не напекло, и не было какого-то там раздражения. Вот. Знаете, столько внимания мужского я никогда не получала ни в какой сомперед жизни. Вот. Ко мне подходили, знакомились. Ко мне подходили, даже брали интервью. И я красилась, то есть прям ярко, ярко красила глаза, надевала украшения. То есть я прям о себе заботилась. Закончив лечение, Александра, врач по образованию, прошла обучение на онкопсихолога и теперь поддерживает людей, узнавших о пугающем диагнозе. Для меня это стало каким-то смыслом жизни. Вот. То есть я могу, я хочу помогать людям. И мне это нравится, мне это приносит удовольствие. Вот. Я... Да, для меня рак стал каким-то переломным моментом. То есть я вот вышла из того ощущения недовольства своей жизнью. Вот. И наоборот наполнилась. И стало, да, рак это равно жизнь. Для того, чтобы диагностировать рак молочной железы на ранней стадии, всем женщинам старше 40 лет необходимо раз в два года проходить маммографию. В более молодом возрасте нужно регулярно посещать врача-акушерогинеколога, делать УЗИ молочных желез и проводить самообследование. Раз в год необходимо посетить врача-акушерогинеколога, даже если у вас нет жалоб, для того, чтобы был проведен осмотр, диагностические исследования проведены, инструментальные. В Москве пройти маммографию можно в одном из центров женского здоровья, которые приходят на смену с женским консультациям. Кроме акушеров-гинекологов, прием здесь ведут эндокринологи, психологи и терапевты. Продолжение следует...